Как школьнику выбрать будущую профессию? В чем проблема? В том, что у ребенка есть представления, взятые откуда. От мамы, папы. И очень часто выбирается профессия, в которой мама и папа, потому что ребенок просто больше ничего не знает. Не факт, что мама и папа там успешны в этой профессии, но если они обычно любят свою профессию, ребенок, опять же, изнутри не знает, он видит просто этих людей, это самые близкие люди, выбирают эту профессию. Не факт, что к этому сконность, не факт, что осконность не понять, пока не попробуешь. Второй вариант. Это СМИ, телевизор и так далее. И ребенок говорит, вот хочу быть врачом, потому что посмотрел сериал про врачей. Хочу быть... Моя знакомая... Я говорю, какие сейчас мультики есть для ребенка? Она говорит, мне нравится этот щенячий патруль, всем, кроме одного. Я говорю, о, интересно, она хороший психолог. Она говорит, мне не нравится пропаганда профессии пожарник, врач. Ну, то есть там эти щенки, они спасатели, они пожарные, врачи, не помню, кто третий. Вот, сам не смотрел, не увлекался. Она говорит, все, кроме... То есть ребенок у нее хочет стать и пожарным, и полицейским, по будням полицейским, по выходным пожарникам. Или наоборот. Вот, не знаешь, что там учиться надо по-разному, и очень плохо, но все равно хочет очень туда. Поэтому, либо это СМИ. Опять, ребенок никогда там не был, не знает, что реально. Какая задача? Первое, получить опыт в профессии. Как минимум, пункт первый, поговорить с людьми, которые работают в этой профессии. То есть встретиться. Это задача родителей. Организовать ребенку встречу 3, 5, 10 разных людей из этой профессии, чтобы с ребенком сесть, составить список вопросов, которые можно задать этому человеку. Почему ты пошел? О чем ты мечтал? Что так? Что не так? Как что ты реально делаешь? Нравится ли тебе? И так далее. Первый пункт. Второй пункт. Если еще желание не пропало, то есть наша задача, если уже есть какой-то выбор, то проверить его на прочность. Потому что большинство людей, только треть людей, закончивших вуз, работает хоть день по своей специальности. Большинство понимает, что это не их во время обучения в вуза. Половина отчисляется из поступивших, и только треть из закончивших, из половины, то есть одна шестая, хотя бы день работает по своей специальности. Прикольно, да? И на это тратят 5 лет. Поэтому первый пункт. Поговорили. У ребенка осталось желание. Да, хочу, все здорово, это то, что я хотел. Второй пункт. Мы пробуем поработать. Понятно, что хирургом ты не попробуешь поработать. Законно, во всяком случае. Маркетологом тоже. Но можно устроиться в фирму, хотя бы разгребать бумажки, подносить чай, помощникам и так далее. Я, например, у меня была идея, фикс, у меня мама медик, попробовать себя в медицине. Мама очень хорошо договорилась. Я поездил на неотложки несколько, сколько там, недели две, по-моему. Они были очень рады, потому что прекрасно носилки, таскать сумки за ними, таскать и так далее. Разумеется, я ничего не делал. Я посмотрел, пообщал их с этими людьми, вот, и и не пошел в медицину. И очень здорово, где бы было образование сейчас, где бы были ваши дети, вот, если бы я решил, что Будус ездит на неотложки или работать хирургом. Соответственно, ребенок смотрит, что очень важно, он пообщается с людьми, которые там будут. Рассказываю свой пример. Я в детстве, у нас были девяностые, очень голодные девяностые, и у мамы были друзья по институту медицинскому, где она училась и работала, собственно, ее подруга, муж был программистом. Это были самые богатые люди, которых я видел без телевизора. То есть люди были с несколькими компьютерами в доме, несколько холодильников, которые пили дорогое вино, делали, я слово стейк узнал от них, что сыр бывает с плесенью, и его не надо выбрасывать, я тоже узнал о них, от них. Когда я его съел, как вкусно, сыр с плесенью, я думаю, боже мой, сейчас пойдет обратно. Они говорят, это правильная плесень. Я говорю, у нас дома, мама говорит, нельзя. Это, говорит, очень вредно. Они говорят, это полезная плесень, это дорогая плесень. Вот, если ты заплатил много денег за нее, это правильная плесень. Так вот, и я думаю, о, программист богатый, программист очень интересный человек, очень образованный, у него компьютеров, причем несколько, это очень здорово, я хотел быть программистом. Я выиграл Олимпиаду районную по программированию, на городском уровне, где-то там тоже был в первой сотне, программировал, написал огромную программу, несколько лет ее писал, в школе, сам свой первый компьютер собрал, и я хотел быть программистом, и много лет туда стремился. В итоге я реально подготовился, поступил на программирование и за один год понял, что это не то, куда я хочу. Почему? Оказалось, мне нравился человек, мне нравился компьютер, мне нравился видеть результат своей деятельности, но именно рутинно много-долго программировать алгоритмы не совсем мое. Мне нужно, чтобы это было вместе с общением, чтобы это было вместе с изобретениями. Программирование в УЗИ этого не давало. Плюс специфика людей сильно поменялась, то есть дядя Миша — это дядя Миша. Те, кто был в УЗИ, и мои одногруппники, и преподаватели на дядю Мишу слабо были похожи, очень слабо. Поэтому я понял, что программирование не мое. Поэтому пункт 2 — попробовать. Пункт 3 — когда мы попробовали, и да, нам нравится, если мы говорим про программирование, есть курсы для детей по программированию, можно изучить самостоятельно. Я изучал по книгам самостоятельное программирование, прекрасно освоил, на хорошем уровне. Далее, если это пройдено, что мы делаем дальше? Мы берем 5-10, лучше больше, предметов с ВУЗа, причем как общеобразовательных, так и половина должна быть специализированных. То есть если программист, то программирование и алгоритмика, и так далее. И проходим до поступления в ВУЗ. Мы проверили, что нам нравится работать, мы проверили, что нам нравятся люди, и мы проверяем, что мы сможем учиться. Потому что если математика не в зуб ногой, и мы не хотим, и высшая математика, и алгоритмы — это не то. Потому что в детской школе программирование, программирование на Майнкрафте отличается от программирования на C++. Вообще, две разные вещи. Потому что одно — картинки, другое — логика. Поэтому проверяем, сможем ли мы учиться, сможем ли мы работать. Если все получилось, то замечательно. По моей статистике и статистике нашей компании, 65% детей, которые выбирали алгоритм, который я вам предлагаю, 65% детей отказывались от первоначального выбора своей специальности. То есть практически 2-3 детей, которые говорят, я буду медиком, я буду химиком, я буду биологом, и так далее. Я говорю, окей, проходи класс, пробуй, то есть говори с людьми, пробуй себя в профессии, проходи предметы, предметы первого курса, и тогда говори, да, я, и готовься к ЕГЭ, и говори, да, я буду таким-то специалистом. 65% в процессе этого, в процессе иногда слетают на первом этапе. Они поговорили ко мне, детишки, которых я рекомендовал, они говорят, мама, мне устроилось 7 встреч. Там люди странные. Вы не знаете нормальных людей из этой профессии? Я говорю, что здесь нормальный? Средний человек, который выбирает эту профессию, либо такой приходит, либо такой становится. Если тебе эти люди нравятся, супер. Если тебе не нравится, смысл задуматься о профессии? Потому что там все такие, они становятся и приходят такими. Она говорит, ну я-то не такая, я говорю, такой станешь, не переживай. Она говорит, так мне противно, там люди совершенно не такие. Я говорю, тогда выбирай другую профессию. То есть на первом этапе можно уже понять. У меня с программированием было ровно так. Я увидел не тех людей, которых я хотел увидеть, не тех людей, с которыми я общался. Это был не дядя Миша, это не был мамин первый муж дяди Сережи, который меня научил собирать компьютеры. То есть это были, кстати, оба они по образованию. Один это фундаментальная физика, собственно, второй это инженер. То есть оба они не программисты по изначальному образованию. Вот так вот выбирать будущую профессию. Пройдя все эти этапы. И скорее всего придется пройти их несколько раз. Потому что профессия выбранная. На каком-то этапе, возможно, ребенок скажет, нет, я не хочу либо это учить, либо не хочу быть таким человеком, либо мне не нравится делать это. И в завершении расскажу вам потрясающую историю. У нас в Эдвансе был внешний пиар-менеджер, который устраивал нам выступления на всяческих передачах, телевидении и так далее. И в один прекрасный день мы с ней сидим, ждем выхода, собственно, на телевидение, съемок и разговариваем. Я говорю, а вы пиарщик по образованию, у вас так классно получается писать тексты, так четко, практически как инженер. Она говорит, нет, я юрист. Я говорю, о, круто, богатая практика? Она говорит, ага, ноль. Я говорю, почему? Она говорит, то, что вы рассказывали, вот я смотрел вебинар, если бы во время обучения или до обучения мне дали хотя бы один день посидеть либо в суде, либо в юридической, какой-нибудь адвокатской конторе и так далее, я бы не выбрала профессию юриста. Говорит, я посмотрела, когда я была молодой, вышел фильм «Адвокат дьявола». То есть она старше меня, это старый фильм. Она говорит, я посмотрел, я влюбилась в эту профессию, я пересмотрел все фильмы, где вот я думал, что я буду в дорогом костюме убеждать присяжных. Говорит, присяжные, посмотрите и так далее. Они будут мне хлопать, аплодировать. Говорит, да. Говорит, нет, оказалось, что я буду выверять эти самые поддельные подписи, сверять документы и, собственно, в суде сидеть в очереди. Там нет выступлений, там нужно принести бумажку, судья на нее посмотрит, скажет, ну да или нет. Вот это реальность юридическая. Поэтому, друзья мои, пользуйтесь, применяйте и радуйтесь жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!